Жаркая погода, соответственно, детей тянет к водоемам, поэтому здесь нужно родителям обратить особое внимание на именно нахождение детей на улице без какого-либо контроля или присмотра, чтобы дети не ходили все-таки на водоемы. Как показывает практика, у нас трагедии происходят практически каждый год, поэтому их можно, по большому счету, избежать. Также законом Красноярского края у нас предусмотрена административная ответственность в случае, если у нас дети находятся в общественном месте в возрасте до 16 лет в летний период времени после 23.00 до 6 часов утра. За это у нас также предусмотрена административная ответственность законного представителя. Сумма административного штрафа составляет от 200 рублей до 500 рублей. Что в данной ситуации делается? В случае, если мы выявляем ребенка, находящегося на улице, мы устанавливаем, соответственно, его данные, данные законных представителей и в целях его безопасности, чтобы в отношении его не было совершено преступление, либо он сам не совершил преступление, мы доставляем его по месту жительства родителям и передаем законным представителям. Соответственно, материалы по данному факту мы направляем в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия по ним решения. Также стражи порядка обращаются к родителям и просят отслеживать сотовые телефоны своих детей. Ведь большим спросом среди подрастающего поколения пользуется быстрый заработок. И, к сожалению, на сегодняшний день чаще всего они попадаются на уловки мошенников.